Только за один неполный август на дорогах Черкеска автоинспекторами зафиксированы семь дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Столько же было за первые пять месяцев текущего года. Полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение различных видов дорожных происшествий. На одном из рейдов побывал Артур Мхце. Кинолог и его четвероногий напарник проверяют остановленные автоинспекторами транспорт на наличие взрывчатых веществ. Безопасность участников дорожного движения превыше всего. Даже если кому-то из водителей или их пассажиров что-то не нравится в работе стражей порядка. Черкеские сотрудники полиции на регулярной основе проводят такие рейдовые мероприятия. Тем более, что направлений для проверок немало, да и статистика того требует. У нас сейчас рост дорожно-транспортных происшествий, именно касающийся детского дорожно-транспортного травматизма, у нас зарегистрировано только за август месяц текущий, да? Уже сегодня у нас, по сегодняшнее число у нас семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь детей. Это очень серьезная цифра, чтобы было понятно для сравнения. За первые пять месяцев 2024 года у нас всего было семь, то есть за пять месяцев. А тут у нас получается меньше, чем за месяц у нас уже семь детишек получили ранения различной степени тяжести в ДТП. Причин для подобной неутешительной статистики немало. В первую очередь нарушение водителями проезда перекрестков скоростного режима. Чаще вина лежит на взрослых. Некоторые дают несовершеннолетним самим управлять транспортным средством или вместе с ними переходят проезжую часть в неположенном месте. Нынешняя профилактическая проверка полицейских направлена в первую очередь на информирование нарушителей о недопустимости необдуманных действий, которые могут привести к печальным последствиям. Если же говорить об общей статистике дорожных происшествий, то за первые семь месяцев на территории республики зарегистрированы 72 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на пешеходов, в которых два человека погибли, еще 34 получили ранения различной степени тяжести. Считаем, что подобного рода рейдовые мероприятия, которые проводятся нами, будут способствовать тому, что таких происшествий неприятных у нас будет в республике, насколько можно меньше. В частности, если мы берем город Черкес. Если каждый из нас, каждый взрослый, каждый родитель, брат, сестра, старшая, каждый будет начинать себя и своим личным примером будет показывать детям, как правильно, элементарно возьмем правила пересечения проезжей части, если будет показывать, как правильно через дорогу переходить, то есть остановившись, посмотрев налево, посмотрев направо, убедившись, что транспорт пропускает, или же его на данном участке автодороги нет, только в этом случае, если человек будет переходить, естественно, ребенок уже это будет видеть и будет считать это за правильный переход. И, соответственно, в дальнейшем будет уже этому примеру следовать. Полицейские настоятельно рекомендуют и водителям, и пешеходам относиться уважительно ко всем участникам дорожного движения. В первую очередь следовать букве закона, а не личным интересам. К примеру, не парковать свой транспорт на зебре, мешая пешим людям ею воспользоваться. Тогда и у автоинспекторов к ним будет куда меньше претензий. Артур Мцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.